Сейчас, в этот непростой период, те собственники, те руководители, которые не подадутся панике, а перейдя на удаленный режим работы, они вскрыли все эти дыры, они как раз свое время потратят на то, чтобы улучшить систему, писать процессы, автоматизировать, сделать реинжиниринг этих процессов, чтобы они были более качественно описаны, они эти процессы автоматизируют, наладят контроль и коммуникацию, да еще, если они наладят найм и обучение в формате автоматизации, все это на свои рельсы станет, то потом им неважно будет, останутся они в офисе, откажутся от офиса, откроют, масштабируются или нет, потому что именно в это время они могут все вот эти аспекты наладить. Неунизительно работают, пойми как все устроено, стань эффективным там, научись сначала выстраивать все правильно внутри, как наемный руководитель, а потом уже маленькими шагами думай о том, как изменить этот мир через предпринимательство. Ну что, друзья, черный лебедь пришел. Все то, чего опасались все политики, экономисты, футурологи, наступила в мире паника. Люди переходят на удаленную работу, многие начинают потреблять только онлайн-продукты, перестают выходить в магазины, кафе, спортивные матчи, даже, боже мой, мастер-классы и бизнес-тренинги. Это кошмар и катастрофа. Спокойствие, только спокойствие. Есть все-таки вопросы, которые стоит обсудить, потому что про них раньше никто ничего не говорил. И сегодня у нас человек в таинственной маске. Смучно! Которая пришла на нашу встречу. Привет всем, друзья, привет. Меня зовут этого человека Анна Стародубцева. Это мой организатор мастер-класса. По крайней мере, именно так мы познакомились в Крыму. И она точно является экспертом в удаленной работе с сотрудниками, по удаленному менеджменту. И сегодня мы с ней поговорим обо всем. Пока мы поздоровимся с тобой локтями. Давай. Та-дам! Немножко расскажу про Аню вам, друзья. И почему я считаю ее экспертом по удаленной системе, управлению сотрудниками. Потому что в Крым она попала из Донецка, когда случились события. Всем известно, не будем сейчас про это говорить. Но в целом там осталась компания строительная большая. Больше 100 человек было численностью. Правильно? Да, да, да. Когда вы с мужем с Димой убежали оттуда. И вам, по-моему, полтора года почти управляли удаленной командой. Да. Деятельность как-никак шла, правильно? Да, да. До года деятельность шла. Мы какие-то проекты завершали, какие-то задачи завершали. Параллельно, естественно, мы разрабатывали новый процесс. А именно наш инженер, инженерный отдел. Да, отдел проектировщиков работал долгое время удаленно. И, естественно, мы прибегли к этому способу. Тогда еще. Это получается уже сколько лет прошло? Более, даже сбилось, наверное, более шести лет. Ну, давно уже, да. Да, почему-то не задумывались, да, на какой формат работы мы перешли. Но на самом деле, именно был на тот момент очень сильный страх. А как же можно работать за пределами офиса? Ну, то есть, казалось тогда еще тоже немыслимым. Ну, прекрасно работали, да, и этот опыт перенесли и на сегодняшний день. Сейчас нам тоже нравится сказать, что сейчас ты находишься в Москве. Да, да. А по-прежнему организовываешь мастер-классы по всему Крыму. Не только мои, а вообще других тренеров, спикеров. Да. И бизнес работает, как это неудивительно. То есть, люди не разбегаются. Да, все люди есть, все люди в команде. Они находятся, они работают. Этот же костяк, который еще работал с нами в офисе, этот костяк оброс. И я хочу даже отметить, что наши командные цели стали еще выше и круче. И, наверное, наше сплочение с командой, которая сейчас работает на удаленке, оно намного сильнее, чем было в офисе. И я стала более лучшим руководителем. Я бы сказала, конечно. Более счастлива женщина. Да, сотрудники мне говорят, что мы вышли с вами на новый уровень общения. Ну, потому что я очень импульсивная. Если что-то не по-моему, то мои эмоции сразу видны. Не по-моему, да, да. А также удаленно. То есть эмоции проходят, пока импульс спадает. И из канала. Да, да, да. То есть получается те погрешности руководства моего управления, да, импульсивность, они как бы стираются. И остается только позитивный образ классного руководителя. В общем, друзья, я действительно считаю, что Аня эксперт. Во-первых, потому что есть и нынешний опыт, и предыдущий опыт управления удаленными командами. Во-первых. Во-вторых, мы еще в декабре встречались и обсуждали эту тему. Потому что, на мой взгляд, людей, которые прям глубоко знали бы эту тему, нет. И Аня как раз увлекалась в этом пару лет, этим вопросом. Этот блок выйдет через неделю после нашего интервью. Но я думаю, будет более чем актуален. Газпром 80% сотрудников отправляет домой. Ланит, я знаю, тоже. Сибирский отправляет домой. Большой, опять же, сотрудник. Внимание, люди офиса! До эвакуации помещения у вас 60 секунд. Давай представим ситуацию. Я вот руководитель, и вдруг мне неожиданно нужно переходить на удаленное управление сотрудников. То есть я к этому не готов. С чего начать? То есть из срочных мер. Ну, во-первых, это необходимо начать, как всегда, с самого себя. То есть это сначала с самим собой договориться и понять, что удаленная работа, это не значит, что где-то можно схитрить. Это не значит, что работать в полмощности. Это не значит, что есть какое-то свободное время, этого времени больше, и можно отдыхать. Ну, то есть вначале это нужно начать с себя, потому что самая большая сейчас ошибка, это то, что думают сами руководители и директора, там, собственники бизнеса. Это то, что внутри у них есть такое небольшое предупреждение, что, во-первых, есть недоверие к сотрудникам. Ну, такое внутри, даже если он говорит, что доверяю, внутри это сидит. Что, а вдруг, а как, а что? И вот это все внутри в нем бушует и, естественно, накрывается еще какими-то паническими историями. И он, не договариваясь с собой, хаотично переводит хоть как-то, и в итоге это, ну, ни к чему хорошему. Что самое страшное в удаленной работе, да? Почему там ходят мифы, что в удаленке невозможно построить отдел продаж, да? Вот эта тема очень актуальна. Почему? Потому что человек имел негативный опыт в этом вопросе. Этот негативный опыт, он был очень, грубо говоря, может, не сильно критический, но последствия он понес. Естественно, что он будет говорить после этого? Как говорят, что бизнес-тренинги не работают, так же и удаленка не работает, да? И вопрос, получая вот эту всю негативную обратную связь, естественно, он второй раз, ну, не вскоро начнет работать. И сейчас как раз та ситуация, когда люди могут обжечься и потом еще очень долго не возвращаться к этой теме. Когда руководитель в такой панике, он должен просто себе отдавать отчет, что ничего не изменилось, изменилась лишь сфера, где будут находиться люди. Все те же самые процессы остались. Единственное, что пугает в этой ситуации, это то, что при удаленной работе скрываются все дыры компании. Все жуткие места. Все то, что закрывал руководитель своим телом на протяжении времени, особенно если мы говорим про наемного руководителя, который сидел класс, красавчик в офисе, то, переходя на удаленку, все вскрывается. Вскрываются коммуникации с сотрудниками, были хорошие или нет. Были ли описаны бизнес-процессы, была ли налажена именно связь, автоматизация в компании, а как вообще проходил контроль в компании, было ли делегирование, или это было, как это говорили, чайка-менеджмент, да, налетел, там раздал, задать. Вот в это все и боятся, потому что руки не доходят. На самом деле существует много методик, по которым руководитель, проходя, это можно назвать коучинг, где он сам с собой договаривается, выполняет несколько технологий, примеров, можно поделиться с подписчиком вот эти моменты. Вот видите, первый сюрприз от Анастеродопции, друзья. В наше время сейчас, в это время надо делиться, и делиться, чтобы люди могли выплывать, чтобы компании, не хорошее слово, не тонули, да, но чтобы они выплывали с этой ситуации. Тонули медленнее всех. Да, да, потому что, но хочу сказать, какой плюс всей этой ситуации. То, что дыры вскрыты, это хорошо. Почему? Потому что сейчас, в этот непростой период, те собственники, те руководители, которые не подадутся панике, а перейдя на удаленный режим работы, они вскрыли все эти дыры. Да, быстро они это сделали, да, то есть это все хаосом, сразу все дыры вскрыты. Но если они как раз свое время потратят на то, чтобы улучшить систему, да, писать процессы, автоматизировать, сделать реинжиниринг этих процессов, чтобы они были более качественно описаны, да, они эти процессы автоматизируют, наладят контроль и коммуникацию, да еще, если они наладят найм и обучение в формате автоматизации, все это на свои рельсы станет, то потом им неважно будет, останутся они в офисе, откажутся от офиса, откроют, масштабируются или нет, потому что именно в это время они могут все вот эти аспекты наладить. Много эмоций передаются, да, вот так вот, но когда это все удаленно, руководитель, во-первых, он не всегда отдает себе отчет, что он посредством до невербального общения, вот идет общение у него там, кто продавцы по телефону, да, они это понимают, что вот то, как они звучат, на это, это влияет очень сильно на исход продаж, вот, но руководители не все это понимают, не знают, как вести планерки в скайпе, они не знают, нужно ли постоянно встречаться, как часто нужно встречаться, в каком формате давать обратную связь, как сотрудники должны отчитываться в конце недели, да, как сотрудники должны отчитываться в конце недели, каким образом они должны отчитываться, Ну, то есть много-много аспектов, даже если смотреть призму, вот я отдельно изучала тему о совещании Как бы, кто только не рассказывал про совещание, да, как бы, как их правильно вести Но на самом деле, само совещание построено таким образом, что, ну, просто пример приведу, да Это мой сотрудник заметил, мы сейчас на иностранных сайтах изучаем вот эти все темы И там в одном из работ изучили тот аспект, что во время совещаний, важно во время скайп-собрания Там, определять категории людей, там на три категории делятся люди Кому следует во время скайп-собещания уделить в первую очередь внимание Кому? А тем людям, которые, естественно, с утра замкнуты, какой-то потухший слегка Потому что есть, я была на разных совещаниях в разных компаниях Очень странно проходят планерки Так, здравствуйте, у нас там нужно бороться, у нас там сложная ситуация Ребята там проговорили общие положения, особенно с компанией, которые крупные, да, как по протоколу проговорили И все, ребята, работаем Доведение информации И каждый там в ужасе, не знает, что браться и так далее Первая категория, те, кто еще спит Вторая категория людей, это те, которые такие на полу, я бы сказала, им пофиг То есть они не спят, они как бы отвечают Вынуждены, да? Да, они в самой планерке, но так, по стоку, по скоку И есть те, кто самые активные, которые вовлечены и так далее В этих категориях, естественно, нужно выделить тех людей, которые являются, я бы сказала, лидерами, ключевыми сотрудниками компании Если у тебя в полудреме находится ключевой игрок, твоя компания, то, естественно, ты должен в первую очередь уделить время ему Мы все люди, и все мы разные И если даже заранее с человеком провести просто беседу, подбодрить его именно, ну, как руководитель Я называю это откоучить, да, с помощью вопросов Повыяснять, в чем, какие проблемы То, естественно, этот человек уже будет раскрытым И достаточно из этой всей группы переговорить с двумя-тремя С чего начать все-таки внедрение команды? Ну, сам с собой договорился, условно Выработал для себя методику, PDF-файл скачал Вот, понял все Проработал сам с собой, да С командой, с чего начинать? Есть такая ситуация, да, если мы говорили, что это не паническая, да, в том плане Сейчас беседовать, сейчас все вынуждены, да, перейти И тут, как бы, все понимают, что это неизбежная реальность Что здесь важно учесть до беседы? То, что с руководителем большинство сотрудников будут пытаться договориться про что? Про бесплатный отпуск на время карантина Это уже заметил мэр Москвы, да, и он уже даже разослал о том, что всем предпринимателям, пожалуйста, сотрудники, отнеситесь ответственно к данной ситуации И давайте не будем уходить на вынужденный отпуск на этот период, вы поможете экономике региона И это есть факт, потому что то, что руководитель сам с собой договорился, это, конечно, хорошо Но сотрудники, как дети, да, то есть они вообще не знают о том, что дома можно работать, если они не прибегали, если это там, да, не интернет-маркетинг То есть они уже работали в офисе, и для них даже тот наш шаг, что мы там стали работать удаленно, наших клиентов даже пугало А еще закрываетесь уже? Ну, то есть такая первая была, да, фраза Естественно, сотрудники к этому относятся, как, ну, не знаю, к временному отпуску, к временному карантину И здесь важно собрать людей, провести, ну, как бы я, да, делала с моей точки зрения, как правильно Это провести совещание еще, будучи в офисе, где заранее подготовить регламент действий Как мы будем заранее работать, по каким правилам, по каким принципам, кто за что ответственный на время удаленки Как это будет проходить, сам процесс, то есть необходимо, как делать это правильно, там целая методология Нужно проаудировать до этой планерки, совещание сделать внутри руководителя И проверить, по всем ли аспектам, процессам именно компании выстроена эта система Кто за какой процесс отвечает, было ли это раньше сделано Естественно, люди, у которых это было сделано, им будет проще Они назначат ответственных, кто во время удаленки будет за что курировать и отвечать А обязательно они назначат ответственных, кто будет контролером Я называю пока эту должность контролер, да, в формате Потому что на удаленке должен быть человек, который будет контролировать все задачи их исполнения По концу дня, по планам на следующий день у меня выступает таким контролером мой личный ассистент Давай, три главных совета предпринимателю, который решил сейчас сделать удаленную команду Вывести их из офиса, посадить дома Главный совет Если он решил вывести свою компанию на удаленку, в первую очередь мы возвращаемся к тому, что он должен начать в себя Ну, то есть, это он должен понимать всю зону ответственности, что переводя на удаленку Это не значит, что он будет работать 4 часа в неделю Ну, потому что многие так думают, ну, класс, не будут бегать ко мне в кабинет, вообще будет лафа А наоборот, в первое время ему нужно будет сильно работать Поэтому он сначала мобилизирует себя по максимуму Второе, что он должен делать, мобилизировать по максимуму свою команду А именно прописать вот эти процессы, определить ответственных и назначить ответственных за это выполнение И третье, он должен сделать уже после того, как начали работать сотрудники удаленно Проанализировать, именно глубоко сделать аудит всей своей системы Чтобы потом запланировать следующие действия Потому что это, первые вот эти действия, это, знаешь, колотание дыр Нам сейчас нужно это сделать, мы вынуждены быстро перейти в процесс удаленки Необходимо сделать, первое, настроить себя, второе, настроить свою команду Прописать основные задачи процесса по максимуму автоматизировать И уже третье, выделить время и вообще собраться и сделать аудит компании При какой ситуации мы можем вообще, где, в какой точке может у нас утечка произойти в удаленной работе Вот это Кстати, друзья, если вам нужно будет провести аудит своей компании Оценку, мониторинг, как угодно, насколько она готова к удаленке Если вы хотите привлечь Аню к тому, чтобы она помогла вам, проконсультировала Даже внедрила удаленную работу с сотрудниками У нее есть партнеры, у нее есть инструменты готовые, у нее есть готовые решения Обращайтесь ко мне, либо к ней, и мы вам обязательно поможем с этим, да? Ну, в общем, консалтинг в чистом виде и консультации, наверное, так Я тебе верю Это скорая помощь, да? Я тебе верю, потому что ты действительно работаешь удаленно со своими командами Я это знаю Собственно, поэтому ты здесь и сидишь Локтями Бабах Все, берегите себя, друзья Берегите Сегодня с нами в спецвыпуске проектов «Труд» Максим Батарев, известный российский менеджер Обладатель премии «Коммерческий директор года» и «Менеджер года» Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Этим вопросом задается большое количество молодежи сейчас Ребята, студенты, когда выпускаются из университетов Для них это основной такой больной вопрос Работать на дядю или иметь свое дело? Конечно, работать на дядю Почему? А потому что сначала нужно научиться играть по правилам Федор Хеникев тоже работал на дядю Прежде чем стать крутым предпринимателем Понимаете, это вот эпоха хайпа, эра вот этого Что не работая на дядю, это унизительно Ты не поднимая головы, делаешь его сильным, его бизнес сильным На самом деле, голый и нищий, и вообще это вынизительно Это кошмар, это вообще разрушение Мне кажется, это разрушение страны Это геноцизм Ну да, это вот к третьему вопросу Что вообще сейчас все инфицированы мыслью о легком успехе И что, как это искренить, непонятно на самом деле Ну как, должны быть альтернативные диалоги Например, моя Я работал 13,5 лет Все, чего я сейчас умею и все, чего я достиг Благодаря моему работодателю, собственнику Павлу Михайловичу Гориславцеву Вот я уже 5 лет с ним не работаю, а до сих пор хорошо про него говорю В том числе и на камеру Он очень много вложил в меня И я благодарен компании, в которой работал Я там вырос, стал менеджером, продавать научился И я поэтому, когда становился предпринимателем Я уже понимал, что у меня получится, потому что я умею Я знаю, как управлять, создавать команды, как сработать с клиентами У меня есть вросший принцип ППЖ, благодаря активным продажам и так далее Вот, и неунизительно работать на диалоге Неунизительно, научись, разберись, пойми, как все устроено Стань эффективным там Ну, зарекомендуйся, потому что ты боишься, ты трус Ты боишься, что у тебя не получится в компании Вот, а если у тебя там не получится, так у тебя в предпринимательстве Тем более не получится, дорогой мой друг И, пожалуйста, да Ты не понимаешь, что такое предпринимательство Это уголовная ответственность Не видит никто, что такое налоговая, которая приходит к тебе И может тебе вменить такие истории, в которых ты вообще Ну, вообще не был с ними связан Да, или там к тому Федору приходят Следственный комитет и говорят, ты сбываешь наркотики И что вы там будете обделываться в штаны В предпринимателях Ты, пожалуйста, научись сначала Вот выстраивать все правильно внутри Как наемный руководитель Как наемный специалист А потом уже маленькими шагами Думай о том, как изменить этот мир через предпринимательство Но не надо ходить сразу в предпринимательство Надо научиться работать Думай о том, как изменить этот мир через предпринимательство